Ленинский районный суд Оренбурга отказался в четверг отстранить от должности подозреваемого в злоупотреблении полномочиями руководителя автономной некоммерческой организации Центра развития архитектурной деятельности. Городостроительство и благоустройство Оренбургской области сообщили журналистам в пресс-службе суда. Рассмотрено ходатайство следственного органа о временном отстранении от должности директора ОНО «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области». Постановлением суда от 9 декабря 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа о временном отстранении от должности Андрющенкова. По подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ЧА-2СТ-201 УК РФ, сказано в распространенном сообщении. В ходе судебного заседания, как уточнили в пресс-службе, не удалось подтвердить необходимость временного отстранения от должности совокупностью фактических доказательств. Они должны были свидетельствовать о конкретных действиях лица, направленных на воспрепятствование установлению истины по делу. Постановление суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном законном порядке, добавили в пресс-службе. Ранее в Оренбургской области по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба бюджету региона в размере более 98 миллионов рублей. В злоупотреблении полномочиями, повлекшими наступление тяжких последствий, подозревают руководителя ОНО Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области. По данным прокуратуры, в марте 2020 года он заключил с коммерческой организацией договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов объектов, благоустраиваемых по национальному проекту «Жилье и городская среда». Экспертное исследование показало завышенную стоимость работ. Как указывалось в материалах надзорного ведомства, фактически она составляет не более 51 миллиона рублей, тогда как контракт был заключен на общую сумму 150 миллионов рублей. Подозреваемый был задержан, но ходатайств об избрании меры пресечения в суд не поступало.